Чистить зубы два раза в день, посещать раз в полгода стоматолога и стараться есть как можно больше продуктов, содержащих кальций. Это основные правила укрепления зубов и сохранения здоровой и белоснежной улыбки. Их знает и хочется верить, выполняет большинство, ведь от состояния полости рта зависит не только внешняя привлекательность, но и здоровье человека. К примеру, кариес, одна из самых распространенных зубных болезней, к которой зачастую относятся пренебрежительно, может не только лишить зубов, но и, как любой хронический воспалительный процесс, стать причиной серьезных осложнений. Не допустить печальных последствий можно при правильной и своевременной профилактике. Как именно это сделать, сегодня в рамках акции всем желающим рассказывали врачи-специалисты. На базе аптеки 45 города Бреста, Брестского рубформация, День здоровья в рамках месячника здоровой улыбки проходит впервые. Но акции в направлении здорового образа жизни, формирование здорового образа жизни проводятся на базе аптеки 45 уже не первый раз. В данном случае посетителям аптеки предлагаются консультации врача-стоматолога для взрослого населения, детей и подростков. Бытует мнение, что родителям можно не слишком тщательно следить за состоянием зубов у маленьких детей. Молочные все равно со временем обновятся постоянными или коренными. Но стоматологи утверждают, что такое отношение неверно и настаивают на том, что следить за зубами нужно начинать с момента их появления. А к самостоятельной чистке врачи советуют приучать ребенка постепенно в форме игры. Постепенно в форме игры вместе с мамой до двух лет дети должны приучаться к зубной щеточке. Вначале, пока ребенок не научился хорошо выполаскивать ротик, выплевывать зубную пасту, дети очищают зубки с помощью родителей без пасты. В форме игры, выметающими движениями, но должны приучаться очищать зубы не менее трех минут. Постепенно, это до двух лет, постепенно с двух лет должны дети приучаться чистить зубки уже с помощью щеточки и с применением детской зубной пасты. Наносится детская зубная паста, маленькая горошинка и также очищающими движениями. Вместе с помощью родителей очищаются все зубки тоже не менее трех минут. На профилактические осмотры к стоматологу малышей до трех лет необходимо приводить минимум один раз в год. Детей постарше показывать доктору нужно чаще – один раз в полгода. Регулярное санирование и консультации врачей помогут избежать серьезных неприятностей с состоянием зубов, а следовательно всего организма. И мероприятия, подобные проведенному сегодня, хорошая информационная помощь. Эта консультация очень важна для нас, особенно потому, что я долго кормила ребенка грудью, и, что немаловажно, играет для роли зубиков, которые только и прорезаются. И нам просто была необходима консультация стоматолога для того, чтобы как правильно, как дальше ухаживать за нашими зубками, чтобы не было никаких проблем. Посетители аптеки в этот день имели возможность не только получить бесплатные консультации врачей-стоматологов по вопросам гигиены полости рта и профилактики стоматологических заболеваний, но и узнать о применении различных биологически активных добавок и профилактических средств. Ведь болезнь легче предупредить, чем потом лечить. Тем более, что уход за зубами несложен и не потребует много времени, но, несомненно, принесет пользу.